харе кришна итак мы сегодня почитаем читание чаритам риту читаем главу из отделилы главу 13 который называется приход господа читания махапрабху джая джая шичайтанья джая нитянанда джая двайта чандра джая гурабхактавринда джая джая шичайтанья джая нитянанда джая джая чандра джая гурабхактавринда джая джая шичайтанья джая нитянанда джая двайта чандра джая гурабхактавринда мы почитаем текст 43 я почитаю сам санскрит мы сразу почитаем перевод текста шичайтанья махапрабху наслаждался всеми этими проявлениями экстатической деятельности в разлуке с кришной и так выполнил свои желания комментарии божественной милости абхай чаранавинды бактивиданты с вами шила пропаду в начале читания чаритам риты сказано что господь читания появился для того чтобы изведать что ощущает радхарани когда видит кришну сам кришна не мог понять трансцендентных ощущений радхарани к нему и поэтому пожелал принять роль радхарани чтобы таким образом изведать вкуса этих ощущений господь читания это кришна с ощущениями радхарани то есть он есть соединение радхи и кришны поэтому говорится шикришна чайтанья радха кришна нахи аня поклоняясь самому шичитане махапрабху можно наслаждаться любовными отношениями радхи и кришны вместе то есть необходимо осознать радху кришну не непосредственно а через шичитане махапрабху и его преданных шила даса дакура поэтому говорит рупа рагунатападве хайбаякуте кабе хаме буджа габе саюга на перейти когда же я разовью сознание слуги ширупа госвами санатана госвами рагунатхи даса госвами и других преданных господочитаний и так обрету про право понять развлечения ши радхи и кришны еще раз текст почитаем шичитане махапрабху наслаждался всеми этими проявлениями экстатической деятельности в разлуке с кришной и так исполнял свои желания омагьяна тимиранхасья гьянанджана шалакая чакшурун милитам яна тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манопиштам стхапитам яна бутале свамрупах кадамахьям дадатисва падантикам вандыгам шри гурах шри юта падакамалам шри гуру нвайшнавам шча шри рупам саграджатам сахагана рагунатам витам тамса дживам сахадвайтам саватвутам паричана сахитам шри радха кришна падан сахагана лалита шри вишакан витам ся нама ом вишну падая кришна прештая бутале шриматы бхакти веданта свами нити намине намасте сарасваты деве гуравани прачарине нервишеша шуньявади пасчатя лешатарине джайщи кришна чайтанья прабху нитянанда шри адвайта гададхара шива садигавра бхактавринда баре крышна баре крышна кришна крышно баре каре рама барира на рама армия ри хаки калпатру бьяща крипосин хум вюща титанам по ванебьё вишнавей бьёна мойном ага заребят крышно так сегодня мы поговорим тему которая мне близка потому что по только что буквально возвратились из паломничества в святую Дхаму, в частности Джаганадхапури. И мы слушали семинары его милости Мадавананды Прабу, которые он давал, раскрывая истинную суть Дхамы Джаганадхапури. Раньше, когда я посещал эту Дхаму, лет 10 назад, 12 назад, я не воспринимал ее глубоко, не понимал, что это за Дхама, что это за место, почему она так близка к Господу Читании. Потому что интересно, что именно в Джаганадхапури Господь Читания, которую мы видим на алтаре вместе с Господом Матинандой, он провел там в целом около 24 лет, то есть пол своей жизни. То есть половину жизни он провел на Вадвипе и половину жизни он провел в честь Джаганадхапури. Предные часто думают о Господе как о том, кто проводит именно свои игры, как Надия, Бихари, или тот, кто наслаждается играми на Вадвипе, играми как преданный. Поэтому наша цель, наша миссия, которую дал Господь Читания, это так называемая миссия Господа Читания, это Санкиртана Ягья, то есть воспевание святых имен. Мы видим, часто предные выходят на Санкиртану, то есть совместное воспевание святых имен на улице, распространяют книги, что также неотлично от Санкиртаны, книги Шилу Пропады, одну из них, которую мы читаем сегодня. Это книга, которая описывает жизнь Господа Читания, описывает то, что такое Господа Читания. Иногда даже люди, которые приходят к нам в храм, спрашивают, а собственно говоря, кто у вас на алтаре? Мне кто-то сказал, что вот это похоже на двух девушек, которые стоят на алтаре. Две статуи, так они воспринимают люди, которые приходят с улицы. И поэтому очень важно объяснять положение Господа, положение Господа Читания, объяснять, как Он пришел, почему Он пришел, и что Он делает у нас на алтаре, и вообще кто такой Господь. Господь Кришна, многие из нас соглашаются, что Господь Кришна и есть Бог, потому что Кришна означает нас в Санскрите все привлекающие. Поэтому того Господа, который привлекает своими различными достояниями, всем богатством, славой, отречением, могуществом, знанием и красотой, это шесть, шатайшваря пурнам, то есть обладающий шестью достояниями Господь, эта личность, как Шила Пропада говорит, что если вы найдете человека, который полностью воплотил все эти качества, то есть красоту, богатство, славу и отречения и так далее, и он будет иметь их в абсолютной степени, то есть не будет никого более богатого, более красивого, чем он, эта личность и будет Богом. Поэтому мы когда читаем, например, книгу Кришна или источник вечного ослаждения, мы понимаем, что это и есть Бог. Он понимает холм Гвардхан, левой рукой на мизинце держит его. Мы обходили буквально, ровно неделю назад, в воскресенье, мы обходили холм Гвардхан, лил ужасный дождь. Целую парик, мы шли часов восемь, лил сильный дождь. И мы думали, что это хорошая возможность ощутить то, когда происходила эта Гвардхана лила, когда Господь держал холм, и жители Вриндавана, они все зашли под холм Гвардхан, и все смогли как под зонтиком спятаться там, от гнева Индры. Потом Динабанху Парбу подошел ко мне и сказал, что это был так называемый 3D-эффект, эффект присутствия в Святой Дхаме. Обычно мы все, когда проходим Гвардхан по Рикраму, это считается одной из самых жарких мест на Земле. Там жара достигает в жаркое время года, апрель-май до 60 градусов. Даже в книгу рекорда Гиннесса занесено это место. Но мы проходили, это было очень холодно, очень дождливо, и мы некоторые чуть ли не падали, поскальзывались, была мокрая земля, глина была мокрая. И вот Господь поднял огромнейший холм. Сейчас он выглядит огромным, но во времена Господа Кришны 5000 лет назад он был еще больше, так как он был проклят холм, что он будет уменьшаться каждый день на одно горчичное зернышко и уходить под землю. Это Господь. То есть мы когда читаем об этих лилах, что он убивал демонов, которые были непобедимы фактически, одной левой рукой, наскучивал их, убивал, об землю кидал. Мы понимаем, что это Бог. Он мог распространять себя в огромное количество экспансий. Он мог построить 16 108 дворцов, в которых он распространил себя и одновременно жил со всеми своими женами. Мы понимаем, что это Господь. Но Господь читания, когда мы, например, не читаем читание чаритамритву, это, кстати, очень важная книга для всех вайшнавов, иногда моего значения, Господа, или не понимаем, или преуменьшаем. Некоторые даже, например, пишут, обычные исследователи, религиозные философы, что Господь читания – это реформатор духовной мысли или философского течения, который появился в 1486 году в Индии. И поэтому есть такое, иногда возникает общее понимание, что просто это был святой. Максимум святой. Поэтому, честно говоря, когда я тоже начинал практиковать, у меня был такой вопрос, я к своему старшему наставнику обратился и спрашивал его, а почему на самом деле Господь читания – это Бог? Ну, Кришна – Бог по определению, потому что даже если Аллах – это, или, например, Ягова, или Будда, если мы обратимся к нему словом «все привлекающие», то это будет правда. То есть мы, поэтому, меня удивляют всегда, когда, например, в другой вере, как-то они там против, например, Кришны, или как можно назвать против Кришны, если мы называем просто их Бога, или нашего Бога, общего Бога, только другим именем, просто по-своему. Как дети в семье могут обращаться к отцу, например, кто-то обращается к нему, тату, кто-то скажет, папа, это не значит, что другой сын будет говорить, кому ты поклоняешься, ты что? Ты неверный, неправоверный и так далее, ты порочишь нашу веру, ты вообще как язычник. И это непрекрасно понимают друг друга, братья, сестры понимают, что неважно, как они называют отца, главное, что они его любят. Поэтому ее святейство, Данат Махрач рассказала как-то историю, что он общался с одним индусом и с одним мусульманином, и они были очень дружны, они общались, и они общались на тот мусульманин на основе Корана, а индус на основе Багавадгиты и Писаний Ведических. Тем не менее, они не спорили, они наоборот находили общие какие-то вещи, которые обетняют их. Потому что, когда Ратан Махрач спросил этих людей, как вы находите такой общий язык, обычно мусульмане и индусы, в Индии, в частности, у них много было исторических каких-то вражды, столкновений, бойнь и так далее. Как вы находите общий язык друг с другом? Когда мусульманин сказал ему, он говорит, на самом деле это подобно собаке, если собака, она может узнать свою хозяина, неважно придет ли он в смокинге домой или придет в упорных джинсах или придет вообще без одежды, она всегда узнает свою хозяину, в какой бы одежде он ни был. Таким мы, если мы истинные слуги своего Господа, если мы слуги как подобны собакам, то мы должны, мы хуже собаки, если мы не сможем узнать своего Господа в любом обличии или под любым названием. Если Господа называют Аллах, всемогущий, то это тот же Кришна, который, например, больше проявляет свой аспект как могущий, могущественный, как тот, кто может сделать все. Поэтому, в принципе, нет таких больших расхождений, если, кажется, человек не является каким-то очень узкозакоренелым философом и очень узких взглядов. Кришна Пропада интересно расхвал формулу Брамана. Кто такой Браман? Браман иногда называют его, например, в медической традиции священник, человек, который проводит ритуалы, какие-то обряды. Но на самом деле Шилл Пропада говорил, что Браман – это человек, который обладает широтой взглядов. Не узколобый какой-то, так сказать, вот моя религия, моя философия, мое писание и все. Вот это Бог только в этом понимании. Дальше я его не... Выше, шире я его не воспринимаю. Это означает, что он не может понять все аспекты Бога. Бога на самом деле можно видеть во всех его проявлениях, во всех верах. Бакинон Токур, в частности, говорил, когда он приходил в другой храм, говорит, что я вижу, что здесь поклоняется моему Господу, но поклоняется просто немножко по-другому, немножко в другом настроении. Я тоже помню первое время, когда я приходил сюда в храм, это было лет 15 назад, и как-то мне выдалось поехать на Западную Украину, и было воскресенье. Я понял, что время идти в храм. Но это был город какой-то, или Косово, такой город был. Под Косово была деревня такая небольшая. Там не было крещенейского храма. Я спросил тогда, пошел на улицу, начал спрашивать людей, а где здесь у вас храм? Они показали, вот там храм. Я пошел туда, пошел, и пришел в христианский храм. Я стоял там всю молитву, всю службу отстоял. На самом деле, я чувствовал какие-то, может быть, не то настроения, но тем не менее, чувствовал, что там любят Бога, там любят Бога по-другому. Я был рад, что я на самом деле пришел домой к Богу, и неважно, где я находился. И также, мы должны воспринимать Господа, в принципе должны. Как-то мы были в Индии, одна предная сказала, поделилась тем, что, почему мне нравится создание Кришны, тем, что здесь, в отличие от других каких-то религий или других храмов здесь не делят на православных, на мусульман, на иудеев, на других. Здесь говорят, называют Бога разными именами, говорят, что вы должны поклоняться Богу своей религии, если вы придержитесь своей религии. Мы не занимаемся прозелитизмом или прозелитацией, то есть мы не переманиваем сторонников или приверженцев одной веры в нашу веру. Мы говорим, что вы практикуете ту веру, которую вы практикуете, будь то христианство или другая, иная вера, но просто практикуйте ее в соответствии с теми канонами, которые указаны в ваших писаниях. Ставьте следуя им строго. Господь Читания, о котором мы будем сегодня говорить, в частности, он встречался с Чандкази, мусульманским мировым судьей или так называемым духовным антиритетом, и они говорили на основе Корана. И Господь Читания доказал ему, что, например, убийство животных порицается также, например, в частности, в Коране порицается убийство коров, потому что корова является нашей матерью. Она дает нам молоко, бык является нашим отцом, он пашет землю, по которой мы взращиваем потом зерно, фактически убивая корову, убивая свою мать. Чандкази в конце концов согласился. То есть любой, даже приверженность любой веры, он может понять на основе своих же писаний, что принципы всех писаний одни и те же. В той же Библии говорится, возлюби Бога всем сердцем и душой своей, возлюби ближнего своего. То есть получается, что мы говорим о том же, мы говорим о любви к Богу. Ишила Пропада определял истинную веру как та вера, которая позволяет человеку увеличить свою любовь к Богу и стать ближе к Богу. Это является истинной верой. Он не говорил, что эта вера правильная, это неправильная или что-то в этой вере не так. Он спрашивал, насколько она позволяет человеку приблизиться к Богу, стать ближе к Богу, полюбить Его. И вот так определяется вера. Поэтому мы призываем всех в первую очередь заниматься поклонением Господу в той вере, которую они приняли для себя. Если они до сих пор не приняли веру, они могут узнать больше, например, о какой-то вере, например, о ведических писаниях, о Бхагавадгите, о Шримадбхагаватам, на основе которых мы практикуем свое знание, свою духовную практику. И он может принять те мантры или те молитвы, которые мы используем. Может использовать и свои молитвы. Может использовать Иисусову молитву, если он хочет. Это не будет. Главное, чтобы он был истинным христианином. Шилопропада, когда встречался с христианами, он в первую очередь говорил, пожалуйста, пожалуйста, не ешьте мясо. Господь сказал в заповедях Моисея, которые он дал, не убей. Но христиане многие трактуют это как не убей кого? Человека, людей. Он говорит, ну где же там сказано? Если бы Господь хотел сказать не убей человека, он бы так и сказал. Но он говорит, не убей. Потому что за убийство любого живого существа с вас зыщется. То есть вы за это будете наказаны, если вы убиваете без вины, без какой-то острой необходимости. Потому что понятно, что в ходе своей деятельности мы можем убивать, например, убить случайно, наступить на муравья. Мы шли, например, по дороге, не заметили, наступили. если мы шли по богугодным делам, то как человек, например, в армии, если он, например, случайно, например, взял машину другую для того, чтобы выполнить свою военную обязанность, например, сейчас вот это ато или операция происходит, и там иногда попадают в дома невидных людей. Но я не думаю, что люди специально стреляют, или военные с одной стороны, с другой стреляют специально в дома, например, тех же мирных граждан. Бывают, что они залетают. Но как бы понятно, что на войне происходят такие вещи, как случайные жертвы, или как то, что попадает в дома других людей. И так же мы, если случайно, например, могли какого-то там муравья задавить, но мы знаем, что мы действовали ради Бога, то Господь это понимает, и может быть, какой-то аспект все-таки он счастью прощает нам. А если мы действуем только сугубо ради Бога, то он прощает нам полностью. Но мы будем говорить сейчас не об этом, о том, что Шиллопропады, кстати, когда-то он был в одном монастыре, где жили монахи-францисканцы. Если вы знаете, святой Франциск Асирский, ему говорили, что интересно, как бы вы назвали высказывание святого Франциска, он говорил, например, ему даже упоминали это высказывание, что он обращался к животным, к деревьям, как брат мой, к сестра моя. Шиллопропады сказал, это отношение преданного. То есть преданный во всех живых существах видит душу, он видит, что они равны. Есть такое, как в Багадгите, высказывание пандитах Саамадаршина. Самах Сарвешу Буташу, матбахтим лаббатэп храм. Самах Сарвешу Буташу. Он смотрит на всех живых существ одинаково. Он видит в каждом живом существе душу. Он не видит, как тоже есть в Багадгите, о том, что Брамани, Гави Хастени, Шуничаева, Швапакича, пандитах Сармадаршина. Он видит на Швапака, то есть на собакоеда, смотрит на слона, на Брамана, смотрит одинаково, потому что он понимает, что там в сердце находится одна и та же душа. Как мы смотрим, например, на машины. Кто-то ездит на хорошем Порше, на Каене, кто-то ездит на Запорожце, старом, кто-то ездит на Ладе, на Мерседесе. Мы приказ создаем, что внутри каждой машины сидит обычный человек, Может быть, более богатый или менее богатый, но обычный человек. То есть мы пытаемся хотя бы так, с такой точки зрения, видеть, смотреть на людей в этих машинах. Так и личность, которая познала Бога, смотрит на все живые существа одинаково. И так вот, Святой Франциск Осийский так и смотрел. И он тоже не ел мяса, и его последователи также не едят мясо. Шилопропада интересно, когда он находился в их обществе, обычно, когда он находился в обществе, например, христиан, то он был немножко в воинственном настроении, в воинственном настроении опровергнуть их ложные идеи и концепции. А там он чувствовал себя расслабленно, как будто он находился среди своих, среди своих братьев. Не важно, что это может быть другая конфессия, другое вероисповедание. Это как бы было такое легкое введение к теме, о которой я хотел бы сегодня поговорить. И вот, когда я задал этот вопрос своему наставнику, почему все-таки Господь Итанин – это Бог? Почему мы поняли, что Кришна – это Бог? С этим было все понятно. Книга Кришна, источник вечного наслаждения, Шимадбхагва, там Бхагвадгита, есть много утверждений, Ишвара в Храмах Криштах, Сачитананда в Играхах, Анадир Адир Гуминдах, Сарва Карана Карнам, говорится Брама Самхити, говорится о многих других произведениях. Но где же, как же можно понять, что Господь Итанин – это Бог? Я сказал просто, «Почитай Читань еще и там эту». Это ту книгу, которую мы сегодня с вами читаем. Здесь описывается, что Господь явился, Господь Кришна явился в этот век или явился примерно 500 лет назад, как Господь Читания. И он называет Три-юга Аватари, или тот, кто приходит в Три-юги, в частности, в Сати-югу, в Трета-югу и Два-Пара-югу, но не упоминается, что он приходит в Кали-югу. Поэтому обычно в шастрах он скрыт. Его воплощение считается Чана-аватарой или скрытой аватарой, или Гупта-аватарой, которая не прямо указывается в шастрах. Хотя есть много других, есть даже целая глава здесь в Читании Чаритамите, где приводится, я не буду сейчас отчитать, зачитывать много-много-много других цитат из ведических произведений, которые подтверждают, что Господь Читания это непосредственно Сам Господь Кришна. Это тема отдельной лекции, тема отдельного разговора, и это очень такая очень философская тема. Ну, например, та же Махабхарата. Интересно, когда в Читании Чаритамите, я был в Джаганатхапуре, я читал главу, когда Сарабама Батачария, это жрец царя Патапарудры, или царя, который правил Арисой и Джаганатхапури, он первый раз встретил Господа Чаритания в храме Господа Джаганатхи. Но когда его увидел, то Господь Чаритания, он упал без сознания, он увидел Господа Джаганатху, и от переполнявших его чувства, он упал без сознания. И охрана храма хотела побить его палками, потому что он фактически нарушил этикет, он падает, он тут выражает какие-то эмоции странные, как им показалось. Но Сарабама Батачария остановил их, он сказал, что вы не можете этого делать, отнесите, попросил своих близких спутников, отнесите его ко мне домой. его отнесли домой, и потом за Господом пришли его спутники, Господь Нитинанда, его инкарнация, Господа Балрамы, который пришел как Господь Нитинанда, со своими спутниками, они пришли и спросили, а вы не видели здесь Саньяси? Господь Нитинанда тогда принял Саньясу. Мы как раз сегодня основная наша тема, нашей беседы будет о том, почему Господь Нитинанда принял Саньясу, какая внутренняя цель, причина прихода Господа. И они сказали, что да, вы видели какую-то Саньясу, Саньяси, который упал здесь в храме, и его отнесли в дом Сарабама Батачарии. И так, они направились к нему домой, и там увидели Господа, и начали повторять Ему на ухо Харе Кришна, мантру Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Гаре, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Гаре. И Господь Читания пришел во внешнее сознание. Иногда, мы так же иногда забыдемчаете, кто-то начинает засыпать, и когда мы повторяем Харе Кришна мантру, сразу просыпаемся. Это один из методов, как предные просыпаются. Потому что предные погружаются на Давсамадхи определенные. И вот так Господь Читания очнулся, и он поблагодарил Сарабама Батачария, что ты его спас. Интересно, что зять Сарабама Батачарии, Гупинат Хачария, он после этого начал с ним общаться и сказал, разве ты не видишь, что это сам Господь? Он говорит, ну какой же это Бог? Он говорит, ну это не Бог, потому что я знаю Писание. А Сарабама Батачария был реально знаток Писания, очень хорошо знал Писание. Он говорит, ну например, та же Махапхарда утверждает, что это воплощение Господа в этот век. Та же Шимат Бага там утверждает, Санга Пагаста Паршадах як як Санктитна Праях як Жань Тихи Сумет Хасапах. Есть такой стих, Кришна Варна Твиша Кришнах Санга Пагаста Паршадах як як Санктитна Паях як Жань Тихи Сумет Хасах. Кришна Варна, тот кто пришел и в той же Варне, в той же категории, что и Кришна. Кришна Варна Твиша Кришна, Твиша А Кришна, то есть, но в то же время он не Кришна, то есть, Он цвет тела его не имеет, не Кришна, а Кришна означает не Кришна. То есть он не черного цвета, а золотого цвета. Санга Пагаштапаршадах. Он пришел со своими спутниками. Ягьях Санкиртна. Ягьях Санкиртна. И пришел какой Ягей? Санкиртна Ягей. Для того, чтобы раздавать милость в виде святых имен. Яджантихисуметхасага. И могут понять это только суметхасага. То есть очень разумные люди. Интересно, что его зять Сарабама Тачари сказал, что означает, что ты не обрел пока милость Господа Чайтани. Ты не можешь понять, кто такой Господь. Ты не получил этого благочестия. Потому что только по беспричинной милости ты можешь понять, что Господь Чайтани является самим Господом Кришной. И это не так легко. Сарабама Тачари возмущался. Он говорил, что со мной все нормально. Я все понимаю, прекрасно. Я очень разумная личность. Я знаю все шастры. Ученики сказали, ну где в шастрах, покажите. Он тоже начал смеяться. Покажите, где в шастрах об этом описано. Потому что когда в Индии люди спорят, они и спорят на уровне, там, ты крутой, я более, ты меня уважаешь и так далее. Они спорят на уровне, покажи, где это написано в шастрах. Если есть шастрах, тогда можно о чем-то говорить. Нет? Извини. Потому что шастры являются критерием, мерилой всего. Веды являются матерью для этих цивилизованных людей. И они понимают, что по ним можно понять истину. В конечном итоге Господь Читания проявил себя для Сарабама Батачарии. Он пришел как-то к нему, он проявил свою шестерукую форму шатбуджа, то есть форму Господа Кришна, одновременно держащего флейту в двух руках, а в двух руках держащие лук и стрелы, как Господь Рама Чандра. И в третьей паре рук он держал камандалу, то есть посох и посох. Камандалу это такая лота или чаша для воды, которую носят саньяси, отреченные личности, и посох, который носят отреченные личности, в частности саньяси. И тогда он окончательно понял, что это и есть Господь, это и есть Господь Читания. И интересно, что мы как раз когда были в Джаганатхапуре, храм Джаганатхи, если кто-то не знает, это один из древнейших храмов в мире. И этот храм или место, город, где также по шастрам описывается, что жил Иисус Христос. Это даже иногда говорится, что это город называется Джаггернаут. И он жил там 2000 лет назад, есть такая шастра Мандалапанджи. И говорится, что Иисус Христос жил в частности в месте, называемом Швета Ганга, в Джаганатхапуре. Он тоже приходил в этот храм. И когда Господь Читания прибыл в Джаганатхапуре, то царь Патапарудра, он спрашивал, он узнал, что пришла такая личность, ему говорят, что это Бог. И он спросил тогда Сараубаму Батачарии, а куда же мы его поселим? Надо же найти какое-то место, которое будет на самом деле очень близко к храму, но в то же время оно будет уединенным. Это место должно быть не таким, не проходным местом, не многолюдным, чтобы Господь Читания мог уединяться там. Ему нужно покой, уединение. Но в то же время он должен приходить как можно ближе и часто к Господу. И поэтому они нашли для него место, которое называется Гамбгира. Гамбгира – это дом жреца царя Патапарудры Каши Мишри. Гамбгира также переводится как иногда как серьезное, глубокое, что-то серьезное или глубокое – Гамбгира. Это традиционно, например, в Арисе – это комната, которая в доме богатого человека, где держат какие-то ценные вещи, сокровища, деньги и так далее. И это кратическое место было достаточно уединенным, и в то же время было очень близко к храму, буквально несколько минут ходьбы до храма. Интересно, на семинаре Мадвананда Парабу рассказывал, что один из его знакомых нашел высказывание, что Гамбгира переводится еще так же, как «это имя Радхарани», то есть та, которая испытывает страх, что Кришна уйдет. Гам означает мысль, что Кришна уйдет. Би или Бхая – это страх. И Ра – это выражается, страх выражается, что Кришна уйдет. Гамана бхирами ати гамбхира. То есть, видите, это одно из имен Шримати Радхарани, потому что она всегда испытывает этот страх, что Кришна ее покинет. А теперь кто такая Радхарани? Для тех людей, которые сегодня пришли, может быть, впервые. Мы обычно, конечно, на улице не рассказываем так, первому встречному, поперечному, что у Кришны есть супруга, оказывается, еще. На самом деле, в шастрах описывается, что Господь, Кришна, Он решил наслаждаться, Он отделил самого себя, свою энергию наслаждения, и выделил ее, как так называемую женскую ипостась Бога. Поэтому Бог есть в двух ипостасиях. В мужской ипостасии, как Господь Кришна, и в ипостасии женской, как Шримати Радхарани. На самом деле, это сам Господь. Просто это Его энергия, которая воплотилась в облике Шримати Радхарани. И поэтому мы поклоняемся Господу обычно не просто одному, мы поклоняемся Ему вместе со Шримати Радхарани. Потому что Он никогда не находится один. Мы всегда говорим не Кришна, мы говорим Ши и Кришна. То есть Ши — это со своими достояниями, со своей энергией. В частности, с Шримати Радхарани. Мы уже упомянули это имя Шримати Радхарани. И вот как раз в этом месте Господь Чайтанья, или Кришна, как в форме Господа Чайтанья, наслаждался разлукой с Кришной. И мы должны понять, почему же Господь пришел в этой форме. Потому что мы прочитали этот стих в читании Чиритамрити. Еще раз прочитаем. В читании Махапрабу наслаждался всеми проявлениями экстатической деятельности в разлуке с Кришной. И так выполнил свои желания. Какие желания у него были? В Чайтане Чиритамрите здесь описывается причина прихода, внутренняя причина Господа Чайтанья. Мы говорили, что внешняя причина — это что? Это распространить миссию воспевания святых имен Господа. Это миссия Санкиртаны. То, что мы с вами делаем. Мы пели перед этим святые имена, мы пели перед лекцией святые имена, будем петь после лекции святые имена. Это внешняя миссия Господа. Но Господь уединился. На этой парикраме Мадонана Парбор сказал, что мы всегда должны научиться быть одиноки в толпе. Это означает, что мы можем находиться среди огромного количества людей, вайшнавов, преданных, но мы должны научиться быть погружены в свое собственное внутреннее умостроение. Это не просто искусство, это совершенство Баджана — всегда быть погружен в мысли о Боге, служении Богу. Не просто быть на внешнем уровне, как, знаете, так весело, красиво, ярко, но у нас нет глубины. Сейчас Ситиманавнанда Парбор рассказывал, что он так смотрит на ее святечество Рдат Махараджа, когда он, например, огромное ядро, пять тысяч человек вокруг него, они приезжают к какой-то парикраму, какое-то святое место. Но Махарадж кажется одинок, даже несмотря на то, что он окружен огромным количеством людей. Это означает быть одиноким в толпе. Это не значит, что мы настолько абстрагируемся от действительности, что мы не замечаем вокруг людей. Тем не менее, мы просто находимся в своем внутреннем настроении, погружены в него, в то же время находясь в обществе вишнавов. И как раз это одно желание, которое Господь Чайтане, из-за которого Он пришел, это познать положение своей возлюбленной, положение великой преданной Господа. Потому что самая великая преданная, это та, которую создал сам Господь. Это Шимати Артхарани. И она является главной преданной Господа Кришны. Она является источником любви, которую испытывает Господь фактически сам к себе. То есть, поэтому ващнавы обычно, вот, например, мы когда приезжаем во Вриндаван, они все там не говорят Харе Кришна. Они говорят Радхи, Радхи. Это во Вриндаване. Но интересно, что Шилу Пропада никогда не отвечал Радхи, Радхи. Он всегда отвечал Харе Кришна. В ответ на это приветствие. Конечно, почему? Потому что преданная, кстати, иногда говорится, что у нас сам Прадая обладает манжарьи бхавой, то есть настроение любви к Шимати Артхарани, то есть любви, которую испытывают ее близкие спутницы, маленькие девочки 5-6 лет. Испытывают к Шимати Артхарани. И они готовы доставить удовольствие именно Шимати Артхарани. И поэтому, а что доставляет удовольствие Шимати Артхарани, самой великой предной? Когда мы будем повторять ее святые имена, Радхи, Радхи. Когда, например, вы любите какого-то человека, например, можно представить себе пример родителей. Родители есть какой-то ребенок, который он очень любит. Как его зовут, можете как назвать, например, его зовут Богуслав, например. Если вы придете и скажете родителям, вместо того, чтобы говорить слово имя Богуслава, вы говорите имя Саша. Родителям не очень будет приятно. Он говорит, ну, меня и так зовут Саша, я и так знаю, что меня зовут Саша. Но когда вы говорите имя Богуслава, у них это приятно, знаете, у них это как бальзам на уши. И также в Шимати Артхарани приятно, когда произносят имя ее возлюбленного Кришны. Хотя фактически это сам Кришна, который отделил себя, еще раз подчеркиваю, как бы сказать, изначальное время, когда хотя времени в духовном мире не существует, отделил себя как сам же Господь, но в форме только женской ипостаси. И поэтому этой ипостаси Шимати Артхарани нравится, когда называют имя ее возлюбленного, то есть Кришна. Она самая великопредная. Больше той любви, которая обладает она, не может обладать никто. Ни одна личность в этом созданном мире и вообще в духовном мире нигде. Никто не может обладать больше любовью. Итак, первая причина явления Господа Чайтани и внутренняя причина, почему он на самом деле пришел. Что он пришел не потому, что ему хотелось просто научить, как в Бхагадгите описываются две причины, основные причины явления Господа. В этот век «Паритарная садхунам винащая чадушкрытам». Говорится, что «Паритарная садхунам защитить садху», еще также «Дхарма схампанатхая», то есть установить принцип религии. То есть даже три причины. Установить принцип религии, который он делает, принцип религии, это кого сейчас в этот век? Это «Юга дхарма», воспевание святых имен. Итак, защитить праведников, «Паритарная садхунам», защитить святых людей. От чего? У нас сейчас праведники, от чего страдают в первую очередь? Не от того, что... В первую очередь они страдают от озлуки с Богом, если они истинные святые. Они страдают от того, что они не видят Бога. Поэтому он проявляется для них, как святое имя. Потому что Господь сейчас в этот век проявляется, раньше он проявлялся как... Он проявлялся через поклонение в храмах, ему можно было видеть непосредственно. Сейчас он, может быть, не так хорошо видит для нас, видя свою форму мурти, форму на алтаре. Но реально мы можем почувствовать что-то, когда мы повторяем его святые имена. Если мы повторяем их искренне и чисто, если это тем более повторяет святая личность, повторяет святые имена Кришны, тогда мы можем почувствовать Бога. Потому что Бог неотлично от своего святого имени. И вторая причина. Почему Господь пришел? Он хотел познать положение своей самой возвышенной преданной. Потому что, понимаете, объект любви... Есть объект любви, а есть субъект любви. То есть тот, кто дает любовь, и тот, кто эту любовь получает. Шамати Адхрани дает эту любовь. Она самая возвышенная преданная. А получает эту любовь Кришна. Ему трудно понять, что же испытывает его очень близкая преданная. Потому что, знаете, когда вас любят, например, я вчера пришел, я не был два месяца, и меня преданные встретили, начали бросать меня пушпой. Мне было так неудобно немного. И они там шариками украсили все. Я, честно говоря, мне хотелось немножко провалиться под землю. Мне хотелось немножко спрятаться, потому что я чувствовал себя не на своем месте. Потому что мне казалось, что я понимаю преданных, они, может быть, испытывают огромное чувство уважения, хотя я на самом деле этого совершенно не достоин. Но я не мог понять, я, честно говоря, чувствую себя, знаете, каким-то не очень хорошим, не очень достойным, чтобы такое получать. Ну, Кришна, я думаю, недостатка такого нету, то, что он чувствует себя недостойным. Но, тем не менее, он просто хочет понять, а что же испытывают его преданные, которые так к нему относятся, которые его любят, которые теряют сознание при мыслях о нем, которые испытывают жгучую любовь к нему. Что же они испытывают? Ему было интересно понять. Но находясь в форме Кришны, это трудно сделать. Потому что ты получаешь эту любовь, ты получаешь, конечно, удовольствие от того, что тебя любят, но, в принципе, понять другую сторону очень трудно при этом. Такая как бы дилемма. Кришна фактически не может понять чего-то. Фактически это означает, что он уже не Бог, правильно? Если чего-то не понимает, означает, что он чего-то и может сделать. А если что-то не может сделать, значит, он уже не Бог. Как Шилапрападу спрашивали. А может ли Кришна, например, сделать что-то? Например, сделать камень, который он не может поднять? Ну, как вы думаете? Когда спрашивают такой вопрос, задают. Может ли Кришна сделать камень, который он не сможет поднять? Да, Шиллопада говорил, что да, может. Потому что действительно, если мы скажем, что он не может, то он скажет, какой же это Бог, если он не может поднять камень и создать камень, который не может поднять. Получается, это не Бог. Ну, такая философская дилемма. И в то же время Шиллопада говорил, что он создаст такой камень, который не сможет поднять. Через какое-то время, если он захочет, он его поднимет. Это Бог, потому что он может сделать, он абсолют. Что значит абсолют? Абсолют — это в том, в который сходятся все противоположности. Даже, например, в математике есть такое определение, что система является совершенной, если она содержит противоположности, если содержит противоречия. Иначе, если там нет противоречия, то она не абсолютна. Они описывают всех случаев. Потому что, если есть правило, то должно быть что? Должно быть исключение. Потому что система тогда не описывает всех случаев. Как, например, в шахтах есть исключение, что, например, любые испражнения являются нечистыми. Правильно? Но в то же время есть исключение, что навоз коровы или испражнения коровы являются чистым предметом. Или кости животных являются нечистыми. Но в то же время на алтаре вы видите, мы идем в раковину, там у нас пятна за колонной. Раковина – это что? Кость моллюска, животного моллюска. И она является самым чистым, она находится на самом чистом месте, на алтаре. То есть получается, что вот такие противоречия. Так вот, Господь не может понять, с одной стороны, как это быть сами предны. Поэтому хочу понять, какое положение занимает Шима Тихо Храни, что она испытывает. И второе, причина прихода Господа – это понять трансцендентный вкус себя самого. Когда он как-то смотрел, была такая ситуация, когда он смотрел на себя в холону, такую примерно, только она была не мрамором облицованной, не гранитом, а была облицована драгоценными камнями. Ну, даже здесь, в этой колонии, можно и надавить отражение. Но когда Господь увидел себя в этой колонии, то он задумался, Боже, какая прекрасная личность! А он такой прекрасный, такой красивый, я хочу понять, кто же это такой, что это за личность? А потом вспомнил, так, ну это же я. Как я сегодня прекрасен, да? Господь так хочет понять себя, поэтому хочет понять, какой трансцендентный вкус испытывает Шима Тихо Храни, как она его любит, и какое стремление она испытывает к нему. И третье желание, из-за которого он пришел, внутренняя причина. Потому что, да, он дал это Санкт-Петербург Ягев на Вадвипе, он дал повторение святых имен Господу. А третья причина, это желание насладиться блаженством, которое испытывает Шима Тихо Храни. Потому что говорится, что тот, кто дает, обычно испытывает больше радости, чем тот, кто получает. Замечательно, наверное, даже когда вы, например, даете подарок, обычно вы чувствуете, когда вы выбираете этот подарок, вы уже в состоянии предвкушения того, что подарите этот подарок любимому человеку. Когда вы дарите, вы думаете, как он у вас примет его. И когда он радуется этому подарку, вы испытываете гораздо больше даже вкуса или радости, чем тот человек, который получил подарок. Он думает, ну ладно, получил, но он красивый подарок. Но он, как бы, знаете, подарок у него такой, любовь его или чувство радости, такое немножко ограниченное у человека. По сравнению с тем, что испытываете вы, который дарите этот подарок. И вот он хотел понять, какое же блаженство испытывает Шима Тихо Храни, его предная, потому что она испытывает его даже больше. И это одна из причин, по которой он пришел в форме Господа Чайтани. И что такое форма Господа Чайтани? Интересно, еще другая причина, по которой он пришел, потому что в Шим bleed, Бхаку, там описывается история, когда Кришна танцевал с гопи, со своими близкими преданными. Фактически это были его экспансии, его на энергии. Эта экспансия уже Шимаде Тихо Радхарани, это гопи. Он с ними танцует. Через какое-то время они, между прочим, для того, чтобы это наслаждение было наиболее высоким, они делают вид, что они ушли от своих мужей и специально к нему влезли. На самом деле, в другое произведение описывается, что они были замужем за Кришной, но просто они думали, что они замужем за кем-то другим. И йога Майя создала специально копии этих гопи, и они находились одновременно со своими мужьями, как сказать, Майя гопи, то есть гопи, лизорные гопи находились со своими мужьями, а истинные гопи, духовные гопи в своих духовных телах находились рядом с Господом. Потому что так интереснее любить кого-то, потому что если ты муж и жена, то фактически отношения становятся немножко обыденными, очень такими как-то упрощенными. Ну мужа ты видишь каждый день, жену ты видишь каждый день, и такое, знаете, уже как бы приедаются отношения, они такие острые. В отношении любовника всегда присутствует что? Какая-то острота, какая-то такая тайна, какая-то изюминка, потому что ты думаешь, в любой момент вас раскроют, в любой момент может что-то произойти. И это то, что Кришна как бы создал иллюзию такого, что фактически они находятся как любовники. Хотя на самом деле они вечная муж и жена. Мать Адхарани и Кришна, и гопи это жены Кришны. Поэтому они всегда находятся в этих отношениях. Но вот что они сделали, чтобы прийти к Кришне? Когда Кришна заиграл на флейте, то все гопи забыли свои семейные обязанности. Они забыли о том, что они замужем, о том, что у них есть мужья, о том, что у них есть дети. И они просто бросили все своих детей, которые кормили, семьи, которым подавали обед, мужей, которым они находились, все побросали и убежали. Их мужья останавливали. Хотя потом Ягамая быстро создала иллюзорные копии, и появились другие гопи, которые находились дальше со своими мужьями. А те гопи убежали. Ну, говорится, что некоторые гопи, которые побоялись убежать, они их мужья задерживали. Ну, это отдельная история. Просто для женщин в физическом обществе сделать так, это фактически смерть. Ну, фактически социальная и даже, может быть, физическая смерть. Потому что в нашем обществе, ну, когда жена может убежать от мужа, как сказать, когда побежала к другому мужчине, может себе представить, что будет с ней, что муж, наверное, с ней долго жить не будет так, правильно? А в физическом обществе, которое более, так сказать, патриархально и более традиционно, это считалось, что фактически женщина тогда больше никогда не сможет вернуться ни домой к родителям, ни домой к своему мужу. Она фактически лишается всего. И поэтому гопи пожертвовали всем ради Кришны, ради того, чтобы просто прийти танцевать со своим вечным мужем, но они думают, что они любовники, еще раз подчеркиваю вам, танцевать в этом танце Расалила. Они ушли к нему, и Господь, в конечном итоге, когда, ну, там, долго, я не буду описывать это подробно, это описывается в Шамадбхагу, там, их танец, но он сказал, что «Напарай хам», я не могу отплатить вам за ту жертву, которую вы сделали ради меня. То есть фактически гопи ради него, они оставили, как мы сказали, все и дом ради него одного, и мужей. А что же он сделал? А Господь ничего не оставлял, правильно? Ну, он как бы… Сейчас я найду этот текст. И не в состоянии отплатить мой долг вам за ваше безукоризненное служение, даже в течение жизни Брамы. Ваша связь ко мне выше всякого оценки. Вы поклонялись мне, разрубив все связи с семьей, которые очень трудно разрубить. Поэтому, пожалуйста, пусть ваши собственные поступки будут вашей славой. Это Шамадбхагу, там, 10, 32, 22. То есть фактически он говорит, что он не в состоянии отплатить долг. То есть почему он не может отплатить долг? Потому что, ну как Кришна может уйти ради кого-то одного и бросить все, например, бросить свою семью, например, бросить маму Яшоду, отца Нанду, Махараджа ради кого-то одного? Почему он не может так сделать? Потому что фактически означает, что кто-то другой обидится. Потому что он бросил ради него, а почему не ради меня? Получается, ну то есть Кришна уже не может это сделать, так же как гопи. Гопи бросили, каждая гопи бросила своего отдельного мужа, конкретного мужа и ушла к Кришне. Хотя еще раз подчеркиваю, что они все равно вечные мужья и жены, но они играют такую роль, как бы они думают, что они не замужем за Кришну, они замужем за каким-то другим. Фактически Кришна это не может сделать. Получается, он уже как бы, Бог тоже чего-то не может сделать, правильно? Он не может уйти ради кого-то одного. Хотя он говорит в Багадгите, что Что так как человек предается мне, так я ему отвечаю соответственно. То есть фактически он должен был ради них бросить тоже свою семью. И Господь Читания поэтому так и делает. Он приходит, Господь Читания это сам Кришна, который принял умостроение Шимати Атхарани. Он просто взял, принял ее, фактически раньше, когда мы говорили, он разъединился с Шимати Атхарани, сделал ее как отдельную личность, свою энергию Хладини Шакти, как Шимати Атхарани. А тут он просто обратно в свою же энергию, свое настроение принял обратно. Стал тем же Кришной, но с умостроением Шимати Атхарани. Что такое умостроение Шимати Атхарани? Это настроение любви самой безвышной преданной, самой великой преданной к Кришне. То есть фактически он родился как преданный, он даже не родился, он пришел как преданный в Навадвипе, в настроении любви к Кришне. Хотя он сам Кришна. То есть любви к самому себе, фактически. И он пришел, как мы знаем, 500 лет назад. Кстати, в этом году празднуется 500-летие, в частности, прихода Господа Чайтани в Вавриндаван. И в этом году также празднуется на Равнаване будет 40-летие открытия нашего храма Кришна Баларамандира в Вавриндаване. 40 лет уже прошло, с 1975 года. Мы как раз с Равнаванами будем 28-го числа, в следующую субботу отмечать. Также будет отмечаться 40-летие открытия храма, и вот там же отмечается, осенью, кстати, будет это годовщито, когда Господь Чайтани пришел в Вавриндаван. Получается, Господь пришел в этом настроении, как Шимати Адхарани, и чтобы отплатить этот долг, Он бросил ради кого? Ради тоже Кришны, всю свою семью. Он бросил мать Шачи и свою супругу Вишну Приюдеви, хотя они очень его любили. И Он пришел, и мы поклоняемся этому Господу, хотя мы не поклоняемся, никогда преданные особенно не стараются думать о Господе, как о том, кто все бросил, как о Саньяси. Потому что для них это болезненно, потому что Господь это тот, кто всем наслаждается. А тут Он фактически отрекся от всего. Он стал отшельником, стал Саньяси. Саньяси в ведические времена – это личность, которая оставляет семью, которая уходит из семьи, служит только Богу, не имеет ничего, не имеет никакой собственности, и принимает только аскезы на себя. Когда Господь Чайтаня, Он даже не принимал, когда ему давали какую-то такую пышную подстилку, подушки какие-то давали, или мазь, чтобы мащивать тело, Он отказывался от всего этого. Он сказал, вы что, хотите, чтобы я стал Богом, наслаждающимся, тем, кто наслаждается этим всем? Он пришел в Джагнатхапури, как Нелачала, Навадвипе, Джагнатхапури и Навадвипе – это как две комнаты в одном доме. Потому что, говорится, что они так рядом находятся, поэтому мама Шачи попросила Господа, пожалуйста, живи, не ходи во Вриндаван, а живи в Навадвипе. И почему Он пришел, кстати, интересно, почему Он пришел не куда-то, потому что Он сначала хотел пойти во Вриндаван. Когда Он только получил инициацию даже своего духовного учителя из Шварапури, Он бросился и побежал во Вриндаван, пока ему полубоги не остановили его. И Акаш Вани, голос с неба, не сказал ему, постановись, у тебя есть другая миссия, ты должен вернуться в Навадвипу, не ходи пока во Вриндаван. Но Он был во Вриндаване. Описывается, что когда Он пришел к Джагнатхапури, Он много раз порывался пойти во Вриндаван, спрашивал разрешение у своих близких преданных, спрашивал, можно пойти сейчас. Они говорят, подожди вот церемонии Радхаятры. Радхаята закончилась, говорит, подожди церемонии следующей, подожди следующий праздник, подожди следующий праздник. А так они года два его водили за нос. Господа. В конце концов, Он все-таки пошел туда, и за Ним пошло очень много людей. Он пришел до Рамакели, там, где жили его предные Санатна Госвами, Дабиркас и Сакармалик тогда еще, и Рупа Госвами. Они сказали ему, ты не можешь идти с такой толпой людей, в место, где нужно приходить в очень таком уединенном состоянии. Одному фактически. И Он подумал, действительно, они правы. И Он вернулся обратно, поэтому, в Джагнатхапури. Господь. Но Он все-таки, в следующий раз, Он пришел во Вриндаван. Мы в этом году были в этом месте, это место, им летал, где находился Господь. Когда Он там находился, Он, когда Он начал повторять имена Кришны, потому что Господь Читания, это Сам Кришна, который находится в умственнейшей Матери Дхарани, Он повторял эти имена. И что с Ним произошло? Когда Он достиг такой концентрации, что Он погрузился полностью в образ Кришны, потому что то, что внутри, Он думал только о Кришне, то фактически то, что внутри, начало определяться у Него снаружи. И Он стал обретать какой цвет тела? Черный цвет тела. Он стал обретать цвет тела Кришны, потому что Он столько погрузился в образ Кришны. Фактически Он стал обратно Кришной. И тут возникла проблема, что Он, получается, уже не может наслаждаться отношениями с Шимати Дхарани, то есть не может чувствовать отношения с Шимати Дхарани, потому что Он стал Кришной опять. Эта проблема возникла в Нем во Вриндаване. Поэтому Он понял, что так, так дело не может быть. Я же пришел Вам создаться с трением слуги к Кришне. Он в среднем Шимати Дхарани, а тут я, получается, становлюсь снова Кришной. Он становится снова черным, с флейтой и так далее. Проблема возникает. То есть в Вриндаване, поэтому в Вриндаване, это место, где Кришна становится самим собой. Поэтому Он должен был найти то место, которое является Вриндаваном, но в то же время не Вриндаваном. Поэтому Джаганатхапури или Нилача Латхама является так называемым гупта Вриндаваном или скрытым Вриндаваном. С одной стороны, это Дварака. Считается, что жители Двараки или Джаганатхапури, они имеют четырехрукую форму, обладают богатствами, то есть как Господь, который живет в Двараке. Но в то же время внутренне это Вриндаван. Поэтому Господь там и находился, Он испытывал это внутреннее настроение разлуки с Кришной, фактически с самим собой. Поэтому, говорится, в этой комнате в Гамбире Он настолько испытывал такие чувства, как Шамати Адхарани, что Он плакал по Кришне день и ночь. Он повторял все эти имена Кришны, молился Кришне постоянно день и ночь. Его преданное даже запирали, потому что Он просто мог выбежать куда-то, и они не могли Его потом найти. Запирали Его там на три двери, и Господь Говинда, слуга Его, ложился в одной двери. Но Господь, тем не менее, через какое-то время Он слышал, когда Господь повторяет все эти имена Кришна, 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 повторяют все эти имена, но тут Господь вдруг, Его голос пропадал. И когда Говинда заходил, смотрел, что же происходит, увидел, что Господа нет. Господь исчезал, потому что из-за своего страшного желания увидеть Кришну, Господь настолько погружался в это состояние, что Его мистическими силами Он уходил в другое место. Преданное, начинали искать Его сразу же. Они искали Его в четырех местах. Они приходили к Симхадвара, это главный ворота в храм Джаганатхапури. Иногда находили Его там, иногда. Иногда они видели, что Его все члены тела были втянуты внутрь, то есть фактически как у Господа Джаганатхи, как черепаха, которая погружена внутрь. Интересно, это одно из признаков Махабхавы, то есть самой великой эмоции любви к Господу. Или иногда они увидели Его, например, в храме Гундича. Это храм Гундича, это храм Джаганатхмандир, и храм Гундича считается место неотличное от Фриндавана в Джаганатхапури. Туда тянут Радхаятру от храма Джаганатхи до Гундича. Иногда Господь находили там, в храме Гундича. Иногда находили Его в храме Аларнатх. Аларнатх – это место, куда Господь приходил, когда происходила церемония Амаваси, то есть когда Господа омывали, и считалось, что Господь Джаганатх болеет, то Его две недели не показывали никому. Его тело как бы красили, Его тело обновляли. Но Господь не видел никто, кроме Пуджарьи, близких лекарей Господа. Поэтому Господь Читания приходил специально, там около 12 миль от Джаганатхапури, такое место называется Аларнат, где Господь в форме Нарайны, находится в четверхухой форме. На самом деле, говорится, что это сам Господь, который проявился во время танца Рассалила, когда Господь исчез из поля зрения Гопи. Они пошли искать и увидели Господа Нарайны. Они сказали, омна монарайна, ты не видел случайно Господа Кришну? Куда Он пошел? Они сказали, ну, почтение тебе. Но когда Он видел Шамати Адхарани, то две руки его дополнительные, то есть две руки основные, две дополнительные, две руки дополнительно исчезли. Он превратился обратно в Господа Кришны, Двиджа Мурлитхара, то есть Двиджа Бута Мурлитхара, то есть тот, кто с двумя руками держит флейту. И фактически Он снова остановился к самим Кришной. И также Господь Аларнат, который находится недалеко от Джаганатхапури, Он превращался в Кришну для Господа Читания, который приходил туда. Поэтому там именно Господь испытывал огромные эмоции экстаза, любви к Господу. Господь Читания испытывал огромные эмоции любви к Господу. Кришны. И там мы видим, кстати, нигде Он, например, нет таких провинений экстаза, как Он испытывал в Аларнатхе. Там камень, который лежал, плита, которая лежала перед Господом Аларнатхой, она поплавилась от того, что тело Господа Читания каталось перед Ним. Там мы видели вот эти отпечатки коленей, стоп Господа, когда Он катался в экстазе перед Господом Аларнатхой. Говорится, что также такие отпечатки есть от того, что Он на Гаруда Стамхе, там три пальца, которые Он держался за Гаруду, за Гаруда Стамху. Говорится, что это одно из умостроений Господа, что почему Он, кстати, стоял у Гаруды, у статуи Господа, или не Господа, статуи Его носителя. Потому что Он подумал, что кто Я такой? Он, одно из пониманий предного, это то, что Он никто, Он никчемная личность. Поэтому Он понимал, что Господь обратит внимание на свое преданное, на Гаруду. Если буду стоять рядом, может быть, с этим Гарудой, с этим преданным, то, может быть, Он меня и заметит. Поэтому Господь стоял там рядом, и там поэтому даже отпечатались Его в камне, оплавился камень, и отпечатались всего три пальца. И также стопа Господа возле Гаруда Стамхи также оплавилась там. Так Господь провел свои эмоции. Итак, Он также выходил в четвертое место, это храм Конарк. Это 30 километров примерно от Джаганат Хапури. Это храм Конарк, это храм Господа Солнца. Интересное такое старое сооружение, очень древнее сооружение, храм Солнца. До, по-моему, лет 300-400 назад там еще даже было большинство Господа Солнца. Она была подвешена на магнитах, огромных магнитах. Она висела фактически между этими магнитами в воздухе постоянно. Поэтому все компасы, которые проплывающие корабли, они сбивались, и они отправлялись туда, в то место. С одной стороны, это выгодно для тех людей, которые там живут, это торговое место сразу привлекало, но избавило их компасы. Поэтому португальцы, по-моему, они потом из пушек расстреляли этот храм и разрушили эти магниты. Но храм Господа Солнца, куда приходил Господь Чайтанья. Почему? Потому что интересно, что в Кришна Лиле или в играх Господа Кришны Шимати Адхарани, она приходит каждый день, 20 часов, в полдень, на Сурья-кунду, там, то есть там, где находится храм Солнца, во Вриндаване. И проводила пуджу Господа Солнца. Поэтому Господь Чайтанья, находясь в настроении Шимати Адхарани, также приходил в храм Солнца, но уже в Джаганатхапуре. И вот по этой причине он и являлся. И преды там находили его в этих местах. Интересно, что один из роков, которые Господь Чайтанья проявлял в этих местах, что Господь Чайтанья показывал, что он не был против так называемой организованной религии. Мы все приходим в храм, например, здесь мы видим организованное сообщество предных, есть определенный какой-то регламент, все как-то упорядочено. Это определенного рода организованная религия. И храм Джаганатхи это тоже организованная религия, то есть организованная институция или какое-то, например, учреждение, в которое приходят люди для того, чтобы исповедовать свои духовные потребности. Например, в храм Джаганатхи не пускают, вы знаете, если кто-то слышал, не пускают людей не индийцев. Считается, что иностранцам вход туда запрещен. Но Господь Читания, интересно, что не нарушал эту заповедь. Он не пытался, чтобы туда пустили, не разрешал, чтобы туда пустили, не говорил, например, царю Протопоруди, пустите туда, например, Харидаса Токура. Харидаса Токур был родом из мусульманской семьи. Это его предный, который является намо-ачарией, который повторял 300 тысяч святых имен в день. Он настолько близок к Господу, что Господь каждый день приходил к нему, каждый день, три раза после даршина Господа Джаганатхи приходил к Харидаса Токуру. Но он не говорил никому управляющим храмом или царю Протопоруди, что пустите, пожалуйста, туда Харидаса Токура. Почему? Потому что он не был против организованной религии. Но он в то же время, Харидаса Токур был в таком настроении, что он является просто собакой Господа. Мы тоже, когда были возле храма Джаганатхи, мы молились, и мы пытались понять это настроение, что мы просто собаки. А собаки не место где? Не место в доме. Собака находится во дворе. Собака охраняет дом, она служит хозяину. И когда хозяин иногда может бросать какие-то остатки пищи, собака поднимает их с радостью, принимает эти остатки пищи. И фактически это природорелигиозные движения. Иногда они становятся какими-то механистичными. Например, мы видим, например, православная церковь своего рода имеет какую-то механистическую составляющую. Люди совершают просто ритуалы, не знают, что это такое. У нас иногда люди тоже скатываются до уровня ритуалов. Но, тем не менее, всегда должно быть место внутреннему баджану или внутренней молитве. Поэтому всегда в христианстве было много святых, много было старцев, которые занимались этой уединенной молитвой. Они уходили в скиты, уходили в схиму и так далее. И также в ведической традиции люди принимали саньясу, они занимались своим баджаном. Это место называют паджан-кутир или внутренняя практика погружения. И напоследок я хотел бы рассказать одну историю, которая описывает, почему Господь все-таки принял эту форму. Это также описывается в одной лиле или в игре. Когда Господь Кришна договорился встретиться со Шимати Радхарани в одной кунже, то есть в такой роще во Вриндаване. Но он для того, чтобы увеличить любовь к Шимати Радхарани, он решил, что я приду в другой форме. То есть я, ну, не приду в другой форме, я приду не к своей возлюбленной Шимати Радхарани, а я приду к ее сопернице, к Чандравали. Но не для того, чтобы насладиться с Чандравали, а для того, чтобы просто увеличить любовь Шимати Радхарани к нему. И он поэтому не пришел в этот вечер в кунжу, где его ждала Шимати Радхарани. И Шимати Радхарани об этом узнала от своих спутниц, она узнала от Лолиты и Вишаки, что Господь не у меня, а находится с кем-то другой. И она сильно рассердилась. Она сказала, не пускайте этого Шимасундеру, этого черного лжеца ко мне больше. Я не хочу видеть ничего черного рядом. Пожалуйста, я сниму черные браслеты, я свою черную косу спрячу, чтобы не видеть ее. Я покрою все черные картины у себя в доме с сандаловой пастой, чем-то белым, чтобы не видеть этого черного. Я своих попугайчиков темных выпущу из клетки, чтобы только не видеть их. Все черное от меня заберите. Они будут стоять даже на небо. Заберите мою черную сари, темную синюю сари заберите от меня. Одевайте мне желтую сари. Так она сказала, что не подпускайте этого лжеца ко мне вообще. И Кришна, когда узнал об этом, когда он пришел, ему сказали, ты не можешь себя приходить? Ты обманул. Он думал, что же ему делать? Начал бродить, скитаться во вражи, во вредаване и плакать, думать, как же ему вернуть расположение своей возлюбленной, Шимати Артхарани. На самом деле, это игра, конечно, мы понимаем, но Господь испытал такое глубокое погружение в то, что Он хочет вернуть расположение своей возлюбленной. Когда пришла Вринда Деви, Вринда Деви это трансцендентный сценарист этих игр Господа во вредаване. И Вринда Деви пришла и сказала, Господь, я знаю, как помочь своему горю, просто оденься, как та, кто является женщиной, которая украшает, является ли как бы женщиной-косметологом для других женщин. И прийди к Шимати Артхарани в этом облике. Кришна говорит, да, я так и сделаю. И Он одел красивые сари, Он одел красивые браслеты, взял специальные шкатулки для украшений и пришел к Шимати Артхарани. Ему представили, Он сказал, что я на самом деле живу в Матхури, я могу украсить тебя, в частности, я могу покрыть твои стопы кункумой. Знаете, например, в традиционной детической традиции женщины украшают стопы красной такой краской. Шимати Артхарани сказал, да, пожалуйста. И Он стал украшать ее стопы именами Господа и начал писать имена на санскрите Шьям Кришны. Он подумал, что на самом деле я и мое имя неотлично от меня, поэтому если я буду находиться в виде своего имени, то я буду, в принципе, рядом с Шимати Артхарани. Но когда Шимати Артхарани увидела это имя, Он сказал, что ты делаешь, ты негодяйка, убирайся отсюда, не смей писать имена этого негодяя на моих стопах. И выгнала Кришна, который был в облике этого женщины-косметолога. Тогда Он пришел дальше в отчаянии и Варинда Дэви сказала, ничего, я знаю, как тебе помочь. Оденься как женщина, то есть как торговка гирляндами. И ты можешь тогда ублажить Шимати Артхарани, она тебя примет. И Он пришел к ней как торговка гирляндами, тоже переодетый, уже другую форму, Он взял свою корзину с гирляндами, пришел к Шимати Артхарани, дал ей сначала белую, желтую гирлянду, красивую гирлянду, Она сказала, какие красивые гирлянды. Он говорит, а почему же ты не носишь ничего темного, почему нет такого красивого, темного сари, у тебя были красивые браслеты черные, вот тебе красивая голубая гирлянда. И как только она, или Кришна, дал эту гирлянду Шимати Артхарани, то Шимати Артхарани сразу же сказала, не смей даже прикасаться ко мне этой гирлянды, убирайся отсюда прочь. Так она снова выгнала Кришну. Кришна думал, Господи, что же мне делать, как мне везнуть расположение Шимати Артхарани обратно. Тогда Вриндадеви сказала, что ты должен иметь форму саньяси, или отреченной личности, и петь определенные молитвы, баджан, и молить о том, чтобы она вернула тебе свое настроение грусти, и злости по отношению к Кришне. И тогда, когда она тебе пожертвует это настроение, тогда ты сможешь издать ее расположение. Кришна так и сделал. Он, кстати, для этого пошел, мало того, он пошел на Кайлаш к Господу Шиве и просил Господа Шиве. Господь Шива был так рад, что он увидел Господа Кришну. Он говорит, я получу твой Дашин, что я могу для тебя сделать? Почему ты пришел сюда? Он говорит, я хочу твой барабанчик Дамару, который Шива стучит, я хочу твой тюгиную шкуру, что ты мне дал, осыпал меня пеплом, дал мне эти три линии на лбу, что я мог прийти, как к Саньяси, к Шимати Адхарани, дал мне к Амандалу, к черепу, такую грилянду из черепов, тогда я буду выглядеть как настоящий Саньяси. И Шива Господь сказал, ну, если ты Господь, ты на самом деле прекрасен в своих желтых одеждах, в своих тилы коровной, с полинепилом, пером, но если ты хочешь, я так и сделаю, потому что ты мой господин. И Господь Шива дал ему такую одежду. И Господь пришел к Шимати Адхарани в таком облике. И когда он пришел туда, его спросили, Гопи, а что ты делаешь здесь? К чего ты сюда пришел? Он говорит, на самом деле, мой духовный учитель сказал, что я должен получить бикшу или подаяние от очень целомудренной женщины. Одна Гопи сказала, я целомудренная, пожалуйста, можешь получить от меня бикшу какую-то, пожертвование. Он говорит, нет, я хочу получить только от самой целомудренной женщины это от Шимати Адхарани. И когда он предстал перед Шимати Адхарани, она принесла поднос специально там подаянием, которое она уже подготовили для этого ее подруги. Он сказал, я не приму никакого подаяния, никакого подноса, никакими фруктами, никакой едой, я приму только одно подаяние. Только пообещай, что ты сделаешь эту просьбу, выполнишь эту просьбу. Я с Аняси, поэтому я не могу ходить без подаяния. И мне духовный учитель сказал, что я должен получить именно это подаяние. Обещай мне сначала. Она говорит, так как я не могу отвергнуть святого, то есть ты пришел сюда в наш дом, мне надо что-то тебе отдать, я обещаю, что ты выполню, если ты в моих силах выполни твое обещание. И он сказал, отдай мне свою злость и гнев, который ты испытываешь Кришне, дай это мне как подаяние. Только она это сделала, сразу же Господь представил, как Господь Чема Сундра в своей двухрукой форме и снова их как бы любовь восторжествовала. Такая небольшая история, которая описывает. Также почему как бы внутренняя причина или игра, которая стояла за приходом Господа Чайтани, как Господа, которому мы поклоняемся сейчас на алтаре, в настроении преданного или в настроении с Аняси. Хария Кришна преданная, наверное, на этом остановимся. Может быть, какие-то будут дополнения или вопросы? Слива. Да, пожалуйста. Злость, как проявилась к Кришне, которую я испытывала к Нему в Шимате Атхане, которую она отдала. На самом деле, Кришна не таит злости, Он никогда ее не оставляет у себя, не описывается в шастрах, что Он как-то затаил эту злость и потом она как-то вырвалась наружу. Кришна является всечистым, то есть Он является тем, кто все неблагоприятное делает благоприятным. Поэтому, вы заметили, например, когда у вас есть какое-то плохое настроение или какая-то злость на кого-то, можете просто повторять святые имена. Вы соприключитесь с Кришной. Это не значит, что Кришна сквернился, Он взял на себе этот груз, эту тяжелую злость какую-то, эту печаль вашу, и теперь Он опечален или у Него такое бремя тяжести на сердце, все. И настолько Он взял грехов на себя. Кришна – это тот, кто может очистить даже самое грязное место. Например, солнце может очистить даже, например, извините меня, испражнения. Они очень быстро высыхают и все, и пыли даже не остается на том месте. Это солнце. Это одна из миллионных-миллионных каких-то экспансий энергии Кришны. Или ветер может очистить, например, даже кости какой-то. Я, например, хожу часто по лесу, там у меня в одном месте, в лесу, есть голова убитого козла, висит. А уже полгода она висит, все не проходило, оно уже практически даже никакого запаха не осталось. Солнце и ветер сделает свое дело. Это энергии Кришны. Они все очищают. И также Кришна, когда Он что-то принимает, например, Он берет, может все грехи взять на себя. Как Он взял, например, в Госпожитании все грехи Джагая и Мадхая, которых Он совобдил. От этого Он не стал хуже, не стал меньше и отгрещенный этими грехами. Так же и Господь, когда Он бьет что-то печаль или грусть, Он ее очищает. Поэтому это качество Господа. Такое мое понимание. Харьи Кришна. Да. Почему единоразовый? Да. То есть, почему Господь Читания приходит не один раз, если Он должен понять, на самом деле, какую любовь испытывает Его преданное к Нему. И почему Он приходит каждый раз? Потому что Он приходит каждый раз по шастрах. Господь Кришна приходит раз в день Брамы. То есть, следующим за Ним в два пара юга приходит Кришна, через четыре с половиной тысячи лет приходит Господь Читания. Это как, на самом деле, к каждую кальюгу приходит другая ипостась, но уже не сам Кришна, не Господь Читания, не сам Кришна, Господи, как в образе Господа Читания, а приходит Юга Аватара. То есть, Аватара, которая сняет, например, повторение святых имен. Немножко с другими целями. То есть, приходит, она не с такой внутренней целью насладиться этой любовью. Но у вас вопрос почему он не приходит один раз и понял любовь. Все понятно, уже нет смысла приходить второй раз, правильно? На самом деле, приходит триллионы лет после этого. Но Господь, это его игра, такая природа в духовном мире. Он постоянно проигрывает или проходит эти игры, постоянно испытывает те же эмоции вновь и вновь и вновь. Поэтому Господь Читания интересно в играх описывается. Он слушал Шимадбагу, там истории о Друве Махараджи. Он мне сказал, послушал один раз, все, спасибо, я понял. Как это, знаете, есть анекдот про нового русского, когда я услышал объявление в самолете. Следующая наша посадка в городе Баден-Баден. Он говорит, ну что, я не пойму, что ли, Баден-Баден, зачем два раза повторять? Я же не тупой русский. Я понимаю, Баден, сказали, все нормально, все понятно. Зачем два раза, Баден-Баден? Можно спросить, почему, что Кришна такой как бы не понимающий, что один раз не понял, что ли, он стал Господом читаний. Но Кришна испытывает наслаждение. Знаете, вы когда, например, приходите в храм каждое воскресенье, ну, я прихожу каждое воскресенье в храм, мы потом повторяем святые имена каждое воскресенье, пойдем киртан, потом просад. Я хожу так лет уже 16-17 лет, думаю, ну что, мне не надоело каждый раз приходить в воскресенье в тот же храм, в те же святые имена, практически тот же просад, рецептура не меняется. Но на самом деле, что такое эмоции Кришны испытывает? Он новоявленный, он вечно юный и он вечно испытывает новые эмоции, поэтому каждый раз, когда он ощущает этот вкус, трансцендентный вкус, для него он кажется новым, новым и новым. Поэтому он готов приходить, как Господь читания, каждый раз, когда приходит Господь Кришна и наслаждаться еще раз, еще раз, еще раз. И для него этот вкус не будет приедаться. Наши вкусы материальные, мы услышали информацию материальную, все понятно. Зачем дараться повторять? Ну и то у нас материальный ум такой, что, или память такова, что мы забываем, даже то, что слышали раньше. Но Господь наслаждается этими вкусами снова и снова и снова. Для него нет такого, что он познал вкус своего преданного, понял. Для него это уже не просто вопрос познания, а вопрос уже наслаждения. Он каждый раз снова испытывает этот вкус вновь и вновь. И он, поэтому как Господь читания, он не страдает. На самом деле, он испытывает все они разлуки, но на самом деле это великое наслаждение, которое он испытывает. То есть, мне кажется, что разлука с Господом он испытывает в этой Гамбире, но он испытывает наслаждение, и поэтому он готов приходить так много раз, чтобы испытывать наслаждение. Такое мое понимание. Хри Кришна. Да, Прабу. Почему обращение к преданным или великим преданным более могущественно, чем обращение к самому Кришне? Это вот, кстати, почему мы, например, молимся или мы стараемся снискать благосклонность Шимати Радхарани. Потому что если мы придем непосредственно к Кришне, то кто мы такие Кришне? Для Кришны мы преданные, конечно, да, но по большому счету можем быть очень далеко от Него. Как вы непосредственно не можете обратиться, например, к президенту Украины. Можете попытаться ему писать письмо или позвонить ему, но вы никогда не соединяете с президентом, правда, если вы не близкий человек к нему. Это письмо попадет куда-то в секретариат какой-нибудь, в администрацию президента, чиновники какие-то, затеряются в их шкафах, в полках. Но поэтому обычно обращается через кого-то, то есть, так сказать, по парампоре или через представителей того же президента, например, на местах, потом дальше, дальше эта просьба. И когда, например, близкий человек к президенту придет, скажет, такой-то, такой-то, он хочет что-то вам сказать. Как вы думаете, президент послушает вас, вашу просьбу этого близкого человека, чем если вы непосредственно обратитесь к нему? Поэтому мы обращаемся через духовного учителя, поэтому мы обращаемся через великих святых, через великих преданных Господа. Потому что шанс, что они придут нашу просьбу, и Господь ее услышит в миллион и миллион раз больше, чем если мы непосредственно болимся Господу. Поэтому говорится, что к Кришне прийти непосредственно можно, конечно, но если вы имеете с Ним такие близкие отношения, как и остальные. Но не все такие возвышенные, поэтому они обращаются, преданные обычно обращаются, понимают свое положение через эту систему, через цепь, и через духовных учителей, через святых обращаются. И так они точно знают, что я могу обрести милость, и Господь услышит мою молитву, Господь услышит молитву Шамати Адхарани. Шамати Адхарани поэтому представляет преданного Кришне, она говорит, вот эта преданная, очень великая личность, пожалуйста, дай ему свою прему, любовь к тебе. И даже мало того, не Кришна дает эту тюрему, а Шамати Адхарани дарует ее. Но Кришна соблаговляет, говорит, да, потому что тогда он становится узником этой любви, он становится тем, кто подчиняется этой любви. Потому что, когда Кришна не может ответить, нет, это Шамати Адхарани, он не может сказать, нет, я не приму этого преданного. И Шамати Адхарани довольна, когда представила нас Кришне, то он тогда практически 100% вероятностью примет. Харе Кришна. Да. Вопрос, как Доспочитание покинул этот мир, и он так мало лет пробыл на этой земле. Действительно, он по нашему лету исчислению, он пробыл здесь около 48 лет. 24 года из них он пробыл на Вадипе, 24 в Джаганатхапури. 18 лет он провел в Гамбире, вот как раз в этом месте. Говорится по описанию, что его призвал Господь Адвайта Ачария. Он поклонялся ему с помощью воды Ганги, с помощью листьев Туласи, или манджари Туласи, цветочков Туласи. И призвал в этот мир для того, чтобы он распространил движение, распространение пения святых имен. И когда Господь выполнил этот зов или выполнил эту просьбу, он пришел в этот мир, он распространил свою миссию практически по всей Индии. Он путешествовал в Южной Индии 3 года, он участвовал во Вриндаван, и везде, где он не был, он распространял эту миссию пения святых имен в Санкиртон-Ягью. Но когда Адвайта Ачария написал ему письмо, текст, который был понятен только ему, он говорит, что на рынке святого имени, на рынке рис уже не стал пользоваться таким спросом, как раньше. Имелось в виду, что ты уже всем раздал эту кришную премию, это любовь к тебе. Все уже заразились этой любовью. Поэтому нет смысла дальше ее распространять, потому что фактически ее воспринимают уже дешево, ее считают, что это уже то, что все имеют. Поэтому ты свою миссию выполнил, пора уходить. И Господь, когда услышал это обращение к Господу Адвайта Ачарии, Он решил уйти из этого мира. Он на самом деле находился в настроении разлуки с Шимати Радхарани, то есть как Шимати Радхарани испытывает к Кришне. И он в Джагнатхапуре описывается, что он ушел в тело Тотагапинадха. Это Господь, Который находится, Которым поклонялась Шимати Радхарани в виде Гададхара Пандита в Джагнатхапуре. Он ушел в его тело. Есть даже там отметина, преданные ходили, я тоже ходил. В этот раз там есть такая наколение у Господа, золотая такая отметина, куда говорится, что Он вошел в это тело. Он погрузился туда, в тело Кришны. Фактически Кхан Кришна погрузился, слился с телом Кришны. Также есть описание, что Он вошел к Господу Джагнатхи и слился с Господом Джагнатхой. И также есть описание, что Он ушел, если не ошибаюсь, в океан. То есть, Он считал, что этот океан не отличен от Ямуны. То есть, есть три варианта, как Господь ушел из этого мира. Ну, одна из причин того, что Он был недолго, то есть, потому что Он выполнил свою цель. За даже такой короткий период такой. Как Он ушел, вы услышали. Харе Кришна. На этом, наверное, закончим. Продолжение следует...